Каждый день в Новошахтинском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних начинается с улыбки. Здесь любят детей и верят в их счастливое будущее, говорит директор учреждения Елена Казаченко. С ласкового слова, с ласкового взгляда, потому что в этом очень нуждаются наши дети. Центр оказывает скорую социальную помощь детям от 3 до 18 лет, оказавшимся один на один со взрослыми проблемами. Они могут сюда попасть. По заявлению родителей, например, семья попала в трудную жизненную ситуацию. Необходимо длительное лечение или куда-то необходимо срочно отъехать, а ребенка оставить не с кем. Тогда по заявлению мамы или папы, ребеночек помещается к нам на некоторое время. Или, например, мать-одиночка воспитывает ребеночка, очередь в детский сад подойдет через месяц-через два, ей нужно выходить на работу после декретного отпуска, и наше учреждение является таким спасательным кругом для многих и многих семей. Коллектив центра делает все для того, чтобы ребенок, попавший в трудную жизненную ситуацию, не чувствовал себя брошенным, одиноким и ненужным. Сегодня у нас работа из сладкого теста, мы его пекать будем и дарить друг другу. Говоря о воспитанниках, Елена Егоровна говорит нашим детям необходимый покой и ласка. Нашим детям нужно немножко больше улыбок, внимания и заботы, в отличие от детей, которые живут с мамами и папами, бабушками и дедушками. А потом идешь по учению, выполняешь деление, умножение, в конце сложения и начитания. Хорошо? У специалистов всего шесть месяцев для того, чтобы отогреть детскую душу, подготовить ребенка к другой жизни, собрать документы, вылечить. Если надо, мы детей лечим в областных учреждениях здравоохранения, отправляем в санаторные учреждения для того, чтобы подлечить ребеночка, укрепить его здоровье. У нас большой медицинский блок, у нас работает педиатр, у нас шесть медицинских сестер. Главная задача коллектива центра – вернуть ребенка в родную семью. А если это невозможно, то передать под опеку и попечительство на усыновление в приемные семьи. Мы защищаем их в суде, мы выходим с исками о лишении родительских прав, мы обращаемся в отдел опеки, в комиссию по делам несчиннолетних. Пока взрослые решают проблемы, жители островка тепла, добра и заботы вышивают и играют, учатся. Быстрее, 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 у кого самые горячие ладошки будут? Ну-ка, потрогали щечки. Как ладошки у нас? Теплые. Значит, они готовы заниматься. Указательный – второй. Третий пальчик – средний. Четвертый – безоявный. Специалисты отделения социальной диагностики, социально-правовой помощи населению работают в круглосуточном режиме. Сигнал поступил, где-то остался без надзора ребенок, где-то случилась беда в семье, где-то не совсем благополучные родители, не совсем полностью выполняющие свой родительский долг. Мы по первому зову выезжаем. Проводят благотворительные акции. По сбору вещей для семей из многодетных и малообеспеченных семей. И я должна сказать огромное спасибо нашим жителям, новошахтинцам, которые несут нам и констовары для детей, игрушки, вещи, которые мы с большой охотой разводим по всем семьям, раздаем. Невысокий уровень доходов специалистов и сотрудников способствует тому, что в центре работают неравнодушные люди, не стяжатели, не карьеристы. Те, кто любит детей и хочет им помочь. Те, кто, приходя в центр, думают о маленьком человеке, чья судьба может и должна измениться. Елена Егоровна бесконечно благодарна всем неравнодушным людям за бескорыстное отношение к своему делу, за любовь и тепло, которое они дарят детям. Я хочу поблагодарить всех за большую помощь в нашей работе, за то, чтобы наши дети были счастливы. Я считаю, что благотворительность на Руси – это богоугодное дело. И люди, которые прикладывают душу, отдают сердце детям – это богоугодные люди. Я думаю, им воздастся на небесах за их благодеяние. Провожая нашу съемочную группу, Елена Казаченко уже за кадром. Взглянув на трещину, образовавшуюся в здании, и полуразвалившуюся беседку во дворе, с грустью в голосе добавила – помог бы кто. Мы поинтересовались, почему мальчишки в такую хорошую погоду не играют в футбол. У нас нет мячей, ответила Елена Егоровна. Как говорится, без комментариев. Заниматься звездочком.